В природе насекомые являются основными опылителями цветковых растений. Большинство цветковых растений зависят от насекомых. Особенно велика роль опылителей растений представителей трех отрядов – перепончатокрылых, двукрылых и бабочек. Насекомых привлекают богатые питательными веществами нектар и пыльца, а также запах и окраска цветка. Многие виды растений приспособлены к опылению строго определенными видами насекомых. Часто растения используют различные уловки для того, чтобы привлечь насекомого. Например, цветки могут быть устроены таким образом, что насекомое не может выбраться наружу, не пройдя место, где к его телу приклеивается пыльца. Цветки некоторых видов растения похожи на самок, пчел, шмелей. Особое разнообразие методов привлечения насекомых и опыление характерно для орхидей. Насекомые при их разнообразии и огромной численности играют важную роль в природе и жизни человека. Насекомые являются важным звеном в пищевых цепях. Они активно потребляют растительную пищу, превращая ее в животные белки, которые являются кормом для других животных, например, птиц. Таким образом, насекомые влияют на процветание многих видов животных и растений. Насекомые являются санитарами биосферы. Они истребляют различные гниющие вещества растительного и животного происхождения. Велико значение насекомых, особенно термитов и муравьев, в почвообразовательных процессах и в разрушении листового опада. Эти насекомые, так же как и личинки, живущие в земле, разрыхляют почву своими ходами, способствуют лучше ее вентиляции, увлажнению, обогащению, перегноем. Среди насекомых много хищников, а некоторые виды насекомых развиваются, паразитируя в других насекомых. И использование таких естественных врагов, насекомых, вредителей, составляет основу биологического метода борьбы с вредителями. Например, для борьбы с тлями используют божьих коровок. Некоторых полезных насекомых, таких как пчелы, шелкопряды, человек одомашнил и использует для получения меда, воска, ряда лекарственных препаратов, шелка. Воскоподобные вещества, выделяемые лаковыми червицами, обладают исключительными изоляционными свойствами и широко применяются в электротехнике, особенно в радиотехнике. Червицы кермес являются источником ценной краски кармина. Большое значение в медицине имеет конторидин, содержащийся в жуках шпанских мушках, обгрызающих листья ясеня. Конторидин – активное вещество нарывного пластыря. Некоторых насекомых человек употребляет в пищу, и это считается деликатесом. Так, например, саранча употребляется в пищу в Африке и Азии, куколки шелковичных червей – в Китае. Вместе с тем велик и вред наносимый насекомыми. Так насекомые наносят человечеству огромный экономический ущерб, поедая посевы, деревянные постройки и другие предметы, изготовленные из материалов растительного происхождения. К таким насекомым относятся многие виды бабочек. Яблонная и сливовая плодожорка, яблонная и хлопковая моль, сосновая пяденица и сибирский шелкопряд – вредители хвойных лесов. Большой ущерб лесам наносят жуки-караеды, дровосеки и златки. Листоеды, долгоносики, зерновки и майские жуки причиняют вред зеленым частям растений. Майский жук особенно опасен на стадии личинки, которая продолжается 4-5 лет. Личинки питаются корнями травянистых растений и деревьев. Опустошительные набеги саранчи являлись страшным бедствием еще на заре человеческой цивилизации и влияют на экономику многих современных государств. Очень большой ущерб причиняют термиты, которые благодаря фауне кишечных симбионтов прекрасно усваивают клетчатку, уничтожая огромное количество древесины. Огромные убытки животноводству причиняет так называемый гнус – совокупность различных кровососущих насекомых, таких как слепни, мошки, мокрицы, наносящих болезненные зудящие уколы. Очень опасны насекомые, паразитирующие на человеке сельскохозяйственных животных и растениях, а также насекомые, являющиеся переносчиками заболеваний. Для человека опасны малярийный комар, который является переносчиком возбудителя малярии, муха-ЦЦ – переносчик возбудителей сонной болезни, вши, которые переносят возбудителей тифос, лепки, которые могут распространять круглых червей. Паразитами человека являются также блохи и клопы.